Добрый вечер, уважаемые трейдеры, участники вебинара. Рады вас всех приветствовать сегодня. В четверг, 19.00, как обычно, в это время мы проводим для вас мастер-класс на тему, что такое криптовалюта и как можно на них заработать. Сразу хотелось бы уточнить, хорошо ли меня видно и слышно, чтобы мы могли уже уверенно переходить к тому материалу, который для вас сегодня подготовили. Поставьте плюсики в общий чат. Да, я вижу, что все в порядке, поэтому можем начинать. Как обычно, довольно быстро озвучу план сегодняшнего вебинара. Начнем с небольшой вводной теоретической части для тех, кто с нами впервые, либо только начинает знакомиться с данной сферой. Это займет буквально 5-7 минут, поэтому тем, кто уже, что называется, в теме, также не советую куда-то отключаться. Какие-то знания, возможно, вы для себя также многое почерпнете. Далее будет уже более практикоориентированная часть. Мы рассмотрим главные новостные, фундаментальные события прошедшей недели и те новости, которые нас ожидают в дальнейшем. Обсудим то, как они могут повлиять на дальнейшие движения по криптовалютам. И, конечно, перейдем уже в торговую платформу, чтобы в режиме реального времени обсудить наиболее перспективные торговые возможности. И после чего будет небольшой презент, сразу обозначу для тех зрителей, кто сегодня с нами. Вас ожидает небольшой сюрприз в конце этого вебинара, поэтому, опять же, есть стимул оставаться до конца. Итак, начинаем. Не будем надолго задерживаться на организационных вопросах. Только один еще момент уточню. То, что все ваши вопросы вы можете писать в общем чате или в специальном разделе «Вопросы», который посвящен этому вебинару. И ответы на них, если они, конечно же, по теме, будут предоставлены в конце трансляции. Итак, начинаем. Начинаем с того, что такое криптовалюта. Я думаю, что в дополнительном разъяснении данный термин уже ни для кого из вас не нуждается, потому что так или иначе все слышали про криптоактивы. То есть это альтернатива реальным деньгам, которыми мы с вами пользуемся каждый день, но только эти активы имеют свои особенности. И, прежде всего, эти особенности во многом положительны. За исключением, пожалуй, того, что пока еще инфраструктура криптовалюта не так развита, как хотелось бы. Но, тем не менее, над этим ведется работа, причем очень впечатляющими темпами. На самом деле, буквально недавно вновь ознакомился с давней историей о том, что в далеком уже 2013 году группа энтузиастов решила провести эксперимент и три месяца путешествовать по миру, рассчитывая за все только биткоины. И вот в тот момент эта история создала довольно много шума вокруг себя, потому что у них были очень серьезные трудности с тем, чтобы в различных странах что-то попытаться приобрести за криптомонеты. На тот момент это на самом деле была некая сенсация. Но вот в данной ситуации мы уже можем говорить о том, что за криптовалюту можно купить все, что угодно, и та история может вызвать только лишь улыбку, потому что и недвижимость, и автомобили можно приобретать за криптовалюту. То есть это полноценное средство расчетов или платежей. Вот, собственно, на данном слайде у нас отражается основное предназначение криптовалют, помимо того, что мы можем использовать их в качестве расчетной единицы, а мы, конечно, можем использовать их для инвестиций и спекулятивного заработка. Вот на самом деле вторая функция и второй метод использования криптовалют появился, и особую популярность приобрел относительно недавно. Многие мои знакомые трейдеры только с текущего или прошлого года, например, начали активно работать с криптовалютой, до этого ориентировались на валютный, фондовый рынок и, конечно же, рынок фьючерсов, о чем мы несколько позже еще поговорим. Теперь же именно криптовалюты впереди планеты всей по показателю волатильности, например, а, как известно, трейдеру для того, чтобы получать доход, необходимо, по сути, только волатильность повышенная, потому что если есть торговая стратегия, либо какие-то наработки, то использовать их не составит труда, если рынок двигается, если же он стоит, скажем, на месте, то получить какую-то прибыль будет не так-то просто. В ходе наших прошлых вебинаров я отмечу, что мы уже довольно давно, каждый четверг общаемся с нашими зрителями, многие из них уже находятся в нашем торговом чате, вместе с нами обсуждают торговые идеи, конечно же, открывают реальные сделки, поэтому вам тоже советую в крипто-чат нашей компании присоединиться, как можно скорее, на самом деле там не будет какого-то, скажем, спама, рекламы, будет только обсуждение по существу. Но опять же это скорее относится к области ваших интересов, если вам интересно на самом деле совершать спекулятивные сделки, зарабатывать на изменении курса валют, то для вас это необходимо. Так вот, каждый вебинар мы останавливались подробно на преимуществах биткоина, как платежного, точнее, как инструмента инвестиций. Поэтому сегодня, пожалуй, делать не будем, это лишь обозначу, что использование биткоина в целом очень сильно снижает издержки для всех субъектов, если можно так сказать, расчетов. То есть, если, допустим, мы берем с вами в пример и соотносим, скажем, расчет в биткоинах с вашего кошелька и проведение какой-то оплаты, и альтернатива, как сравнение, у нас выступает оплата с помощью банковской карты, то окажется, что расчеты в биткоинах гораздо более безопасны, потому что всего лишь два участника в этой цепочке проведения платежа есть строитель и получатель. Если же мы рассчитываемся, скажем, с вами по картой, то окажется, что вот этих участников цепочки будет примерно 5-7. То есть, будут различные процессинговые центры, будут банки, которые помогают проводить платеж, будет банк-получатель в итоге. То есть, те данные, скажем, которые мы набираем с вами, оплачивая какую-то покупку картой, просто оказываются видны довольно многим участникам этой цепочки. То есть, главное преимущество биткоина, опять же, это платежи с низкими издержками, потому что никто из элементов вот этой длинной цепочки при расчетах картами не взимает свои комиссии. И, конечно, это некий элемент анонимности в расчетах. Напомню, что технология устроена таким хитрым образом, что информация по каждой транзакции хранится и может быть проверена любым участником системы. В любой момент нет, конечно, фамилий, имен, но есть номер, скажем, кошелька специальный, зашифрованный отправителя, получателя, и вся информация по платежу есть. Поэтому, опять же, преимущества использования биткоина как средства платежа, они очевидны за одним лишь исключением, что нагрузка в данный момент на систему довольно сильно возрастает. Отсюда недовольство многих участников системы и отсюда вот так называемые обновления протокола или форки, о которых мы поговорим сегодня, когда будем обсуждать самые важные новости. Вот изначально цену и котировку биткоина вверх двигал фактор заранее известного и ограниченного количества монет. помимо этого можно говорить о том, что мы часто привозим такой пример, как момент из общей, скажем, экономической, большей теории о том, что если предложение какого-то востребованного товара или услуги уменьшается, потому что много покупателей биткоина в последние годы было, то цена на него будет неуклонно расти. Вот этим изначально и был вызван ажиотаж вокруг биткоина, но, конечно, гораздо большее его преимущество и гораздо больше причин просто биткоин именно в том, что технологически очень удобно и выгодно пользоваться криптовалютой. Мы говорим сегодня же не только о биткоине, но и о прочих криптовалютах, поэтому, опять же, можно ставить знак равенства, когда мы говорим о преимуществе именно в расчетах между, скажем, привычными нам способами платежей и альтернативными, такими, которыми пока что являются криптовалюты. Кто знает, может быть, через пару лет уже именно криптовалюты будут основным источником проведения платежей, а, скажем, все прочие будут альтернативой. То есть нельзя исключать такую вероятность. На данном слайде представлены основные факторы, почему биткоин будет расти и дальше. Я бы из них сейчас отметил главный – это психология участников рынка, потому что вы могли слышать о том, что характеризуют движение по криптовалютам как очередной финансовый пузырь, то есть то, что фактически мало чем обосновано и подкреплено, но, опять же, в этом есть существенная доля правды. Что называется, этому можно вполне доверять. Это, на самом деле, верная оценка. Другое дело, что мы знали множество в истории финансовых пузырей, которые могли расти очень долго. Поэтому, опять же, несмотря на то, что мы все понимаем, что коррекция по биткоину и по криптовалютам так или иначе неизбежна в будущем, но стоит говорить о том, что, скажем, уровень в 10 тысяч долларов условно за один биткоин и, может быть, даже 15, конечно же, в ближайшее время покорится, поэтому пока возможность есть, стоит работать именно по тренду, то есть в сторону восходящего движения и дальнейшего укрепления криптовалют в целом. Постепенно также идет официальное признание биткоина, то, что вы также видите на слайде. Регулярно появляется информация, больше такие словесные поводы, не подкрепленные официально о том, что какая-то страна либо идет навстречу биткоину, либо, наоборот, отказывается и запрещает этот инструмент. И так или иначе это уже на кассировки криптовалюты не влияет, потому что капитализация достаточно велика для того, чтобы неподкрепленные слухи именно такого формата игнорировать. То есть сейчас мы видим, что в последние месяцы вся активность сосредоточена именно вокруг обновления протоколов, вокруг форков, которые появляются один за другим. И вот об этом мы сейчас несколько подробнее поговорим. Буквально в двух словах об основных терминах, которые должен знать каждый, кто начинает сферой, ознакомиться. Блокчейн – это не нужно приравнивать или путать с биткоином. Биткоин – это лишь инструмент, правда, первый и пока наиболее серьезный, который основан на технологии блокчейн. То есть блокчейн – это именно технология хранения и обработки информации. То есть если, скажем, вы проведете параллель между, скажем, сайтом и интернетом, то блокчейн – это интернет в целом, а какой-то отдельный сайт – это биткоин. То есть блокчейн – это нечто более общее, масштабное и глобальное. А еще нужно знать, что такое ICO, просто потому что это может принести довольно много дополнительного дохода. ICO были особо популярны и стали настоящим хайпом летом нынешнего года, точнее даже в начале и середине этого года, так правильнее будет сказать. Сейчас постепенно они утрачивают свою популярность, из-за того, что очень много спорных, неподкрепленных, опять же, ненадежных ICO проводится компаниями, которые не имеются плечами какого-то реального продукта. И на самом деле мы наблюдаем тенденцию смещения капитала от, скажем, эфира и участия в ICO в сторону биткоина, потому что гораздо менее проблематично получить доход за счет того, что, скажем, купить биткоин и получить бесплатно биткоин кэш или биткоин голд. То есть это гораздо проще, чем, скажем, вкладываться в какое-то ICO. Поэтому вот мы видели, опять же, в последние недели столь активные движения именно по биткоину. Вот это связано было, по большому счету, лишь с тем, что все хотели поучаствовать в этом разделении, обновлении протокола и появлении новых криптовалют. Еще один важный момент, на котором мы остановимся, после чего уже перейдем в торговую платформу, это то, через какие финансовые институты можете вы начать свою работу именно в сфере торговли криптовалют. То есть можно сделать это через биржу криптовалют, это то, что изначально появилось, но, по сути, те, кто торговал на фондовом рынке, сразу должны понять, что с биржой фондовой биржа криптовалют ничего общего не имеет. Это нерегулируемая площадка, в отличие от фондовой биржи. Она не имеет физического присутствия, имеет сайт в интернете, поэтому, опять же, не стоит здесь сравнивать. Либо можно это делать через регулируемую брокерскую компанию. Вот одной из таких регулируемых брокерских компаний является компания А-Маркетс, которая для вас данный вебинар сегодня проводит. Все плюсы и минусы вы можете на данном слайде, в принципе, сами увидеть. Учеркнули, что элемент надежности, сохранности ваших средств, которые вы переводите на торговый счет, он в разы больше и в разы правильнее будет использовать для работы именно брокерскую компанию. Это, может быть, не обязательно наша компания, но в целом нужно понимать, что сфера биржи криптовалют пока не регулируется вовсе, поэтому, да, есть крупные и серьезные биржи с большими оборотами, но вот истории прошлого показывают, что даже такие крупные организации могут прекращать свою работу, опять же, в силу того, что сфера не регулируется. Кроме того, отмечу, что вот сейчас мы перейдем в торговую платформу, которая называется MetaTrader 4, и вы сами убедитесь, что во многом анализировать график проще с помощью специального программного обеспечения, то есть такого, как торговый терминал. Ну и плюс, конечно, не стоит забывать, что способы пополнения и снятия тоже во многом уже у брокеров опережают все условия, которые есть, скажем, на бирже. Это и бесплатное пополнение счета, и вывод, который может быть с тем, без комиссии вовсе, либо с минимальной комиссией до 1% от суммы вывода. Ну, собственно, это сейчас не самое главное. Самое главное сейчас посмотреть на наиболее актуальные торговые идеи и ситуацию на рынке, поэтому запускаю трансляцию рабочего стола, и мы уже перейдем в терминал, чтобы обсудить тенденции, которые сложились к настоящему моменту. Благо, есть что обсудить. На самом деле, вы могли сегодня видеть главное событие, это то, что биткоин прекращает свой рост и видится так, что это может в ситуации затянуться. В то же время альткоины очень быстро набирают обороты, очень серьезными темпами начинают расти. Вот это мы сейчас и обсудим. Подробнее покажем, поставьте, пожалуйста, плюсики, если видите график, если видите торговую область, и если вам, опять же, все хорошо видно и слышно. Да, отлично, тогда переходим в торговую платформу. Обещал, что вкратце пару основных новостей, событий рассмотрим. Так вот, я думаю, что многие из вас еще не слышали о том, что предполагаемый форк CV2X, который планировался на 17 ноября, либо 18, то есть по разным данным, была разная информация. Он отменен был буквально сегодня, точнее вчера появилась эта информация, сегодня она была именно официально подтверждена. То есть тот форк, которого все ждали в середине этого месяца, и за счет чего, опять же, во многом продолжался рост биткоина, он сейчас, это событие, оно полностью нивелировано. То есть уже точно есть информация о том, что этого форка не будет, то есть не будет какого-то дополнительного перечисления, скажем, монет держателям биткоина. В какой-то степени это хорошо, то есть сейчас связники рынка, они, скажем, на два таких лагеря разделились. Одни из них считают, что это событие, отмена форка, это для биткоина хорошо, и мы увидим дальнейший рост данной криптовалюты в ближайшие недели. Другие считают, что это не очень хорошо для дальнейшего роста биткоина. Те, кто более позитивно смотрит на данную новость, они аргументируют тем, что это обновление протокола должно было быть довольно масштабным, что под угрозой было вообще существование дальнейшего биткоина, то есть были довольно серьезные разногласия, и в том числе мог быть некий технический урон нанесен системе, то есть могли быть нестабильности в дальнейшей работе биткоина, в проведении расчетов платежей, и поэтому отмена данного события выглядит позитивом для рынка. Но во многом я склонен, скорее считается, немного иначе, именно с позиции более негативного подхода, потому что очевидно, что весь новый приток средств увеличения капитализации последних недель в биткоине было вызвано только лишь тем, что, как мы уже обсуждали сегодня, держатели биткоина получали монеты, по сути, бесплатно на свои кошельки, вот именно новые монеты, да, то есть это была с Bitcoin Cash такая ситуация, с Bitcoin Gold, и вот сейчас то же самое должно было произойти. И поэтому многие, конечно, просто покупали биткоин, держали его на кошельке, чтобы получить эти монеты новые, которые можно было легко потом продать за доллары уже, либо перевести, скажем, в какую-то другую криптовалюту, и получить доход, что называется, из ничего. То есть, скажем, у вас что так было бы 5 биткоинов, допустим, на кошельке что так будет 5, но при этом вы еще получаете дополнительные монеты. Конечно, это резко увеличило приток новых денег в биткоин. И то, что мы сегодня узнали о том, что форта как и такового не будет, означает, что этот капитал выйдет обратно и пойдет в альткоин. То есть то, что мы сейчас и наблюдаем уже сегодня. Допустим, посмотрите на Монеро. Сейчас я открыл его график. Последние 4 дня очень сильный рост наблюдается. Мы прогнозировали, как один из сценариев такого движения еще на позапрошлом вебинаре, если я не ошибаюсь, и в ходе прошлого тоже об этом говорили, о том, что... Ну, правда, на прошлой неделе была ситуация непонятная, потому что мы были зажаты в итоге консолидации боковой. Да, но сейчас вышли за ее пределы. Но все это сейчас не так важно на самом деле. Важно именно понимать то, что альткоины вновь набирают обороты за счет того, что те деньги, которые были переведены ранее из них в биткоин, теперь возвращаются обратно. Поэтому вот если мы говорим про торговую идею, то, конечно, стоит заметить, что биткоин будет находиться под давлением. То есть пока покупать биткоин мы бы вам не советовали, потому что есть вероятность того, что мы закрепимся ниже уровня горизонтального, который обозначен осенним цветом на графике, это уровень 6900, ну, либо можете на отметку в 7000 ориентироваться. Очень хорошо биткоин ходит именно по круглым значениям цены, то есть, скажем, 6, 7, 6500, 5, 505 тысяч, все значения круглые, они так или иначе отрабатываются биткоином, поэтому, опять же, если вдруг мы оказываемся ниже 7000 долларов в ближайшие дни, то будет небольшой спекулятивный сигнал на продажу, это будет краткосрочная сделка, то есть там не нужно будет рассчитывать, что, скажем, биткоин может надолго уйти вниз, нет, это маловероятно, но заработать около 500-3000 долларов на коррекции вполне можно будет с одного биткоина. То есть, если мы, скажем, окажемся ниже отметки в 7, то наша цель ближайшая это будет 6500 и 6000, и поэтому вполне в таком случае можно будет в этом движении поучаствовать. Опять же, продавать прямо сейчас мы бы не советовали, нужно дождаться подтверждения этого сигнала после пробоя, как раз таки важно, в уровне 7000 долларов, но и к покупкам стоит возвращаться, вот, желательно, немного позже. Да, если мы, скажем, в какой-то ближайший самый момент, в день-два окажемся выше отметки в 7500, да, это вот максимальное значение, но не локально, которое было в какие-то минуты достигнуто, а именно там, где вот было скопление объема несколько больше, да, это уровень 7500. Если мы вдруг оказываемся выше, то, конечно, появляется новый пробой максимума, новый сигнал на покупку, но, опять же, в данный момент ситуация выглядит подобное маловероятно. Если мы посмотрим на, скажем, прошлые движения по биткоину, то обнаружим похожие ситуации. Вот буквально несколько уже месяцев, теперь, получается, назад, да, в августе-сентябре была похожая ситуация. Мы могли видеть, сейчас я более детально покажу ее на графике цены, что именно мы наблюдали. То есть мы наблюдали довольно сильный рост биткоина, биткоина вот в этот момент был также сформирован локальный максимум. Затем этот максимум был тут же перебит, но небольшим движением. То есть буквально по сравнению с тем, как биткоин может двигаться, движение с 4300 до 4900 на тот момент, оно было относительно не таким большим. И вот после этого уже последовала коррекция. То есть ситуация объясняется тем, что был некий выход большой объема именно на покупку. Затем постепенно начали фиксировать позиции именно спекулятивные. И новое обновление максимума, оно уже не вызвало такого ажиотажа. То есть уже не было достаточного количества покупателей для того, чтобы рост в моменте продолжился. Нужна была некая передышка. Плюс мы помним, там появился тут же фундаментальный фактор. Это негатив из Китая. И в итоге биткоин сходил до 3000. То же самое вполне может повториться. И сейчас у нас есть аналогичная ситуация. Во многом есть также приличное движение вверх, совсем относительно небольшое. Если мы в процентном выражении смотрим, потому что если, скажем, мы в долларах будем измерять, что на самом деле вот последнее восходящее движение, скажем так, с 6000 до почти 8000, оно в долларах было довольно солидно. Но в процентах оно было не таким, как могло бы быть. Поэтому, опять же, повторюсь, есть некие признаки, которые указывают на то, что локально в ближайшие дни мы можем скорректироваться по биткоину. И, опять же, тому есть и фундаментальное обоснование. Это отмена форка, отмена обновления протокола. И, кстати, если мы уж говорим о том, что обновления протокола не будет, напомню, что главное, для чего планировали это сделать, это адаптация к тому, что число участников системы биткоин очень сильно выросло. То есть, если раньше транзакции обрабатывались относительно быстро, то сейчас это происходит дольше, с большими издержками, если мы хотим, скажем, ускорить проведение платежа. И поэтому в этой связи биткоин уже не так удобен для расчетов, для проведения платежей, а скорее удобен для того, чтобы зарабатывать спекулятивно на его рост. Поэтому вот сейчас следующая тенденция, которая сейчас наблюдается, это повышение интереса к биткоин кэш, безусловно, вы могли слышать также про то, насколько сильные движения сейчас именно по биткоин кэш. Вот буквально за несколько недель данный инструмент с 20-х числа октября по текущий момент, даже с 26-27 октября, мы увидели движение более чем на 100% по биткоин кэш. Опять же, там есть важная новость, будет еще и обновление протокола, и очередной форк будет, точнее, первый форк биткоин кэш, да, очередной, если мы говорим про все криптовалюты в целом, потому что на самом деле тенденция даже низко настораживает в том плане, что стало очень много вот этих форков, о которых сейчас все говорят, и на наш взгляд это низко нарушает стабильность системы криптовалют в целом, но тем не менее, вот, форк биткоин кэш опять же, расценивается как большой позитив, потому что можно также получить, можно будет, вероятнее всего, получить дополнительные монеты новой криптовалюты, которая появится, и поэтому ее покупают, плюс, опять же, повторюсь, тот факт, что обновлять протокол самого биткоина не будут, и он будет все так же менее удобен для проведения расчетов, этот факт способствует тому, что те, кто хочет рассчитываться и пользоваться биткоином регулярно, будут переходить на биткоин кэш, это касается именно бизнес-единиц, которые свои процессы выстраивают в криптовалюте и делают регулярные платежи, поэтому, если, вот мы посмотрим опять же на график биткоин кэш доллар, то увидим, что есть довольно интересная формация с позиции технического анализа, и если мы окажемся выше отметки в 640 долларов за один биткоин кэш, то вполне можем увидеть новую волну взрывного роста, она будет по размерам вполне даже вероятно такой же, как и прежняя, то есть прежняя у нас было движение с 440 до 670, да, больше, чем на 200 долларов, 230, если быть точным, поэтому в область 800 и даже 900 долларов мы из текущих значений можем уйти, опять же, биткоин кэш там уже торговался, только начинал, начинал вот свое существование, можно свести к этому, поэтому вот идея по покупке биткоин кэш, она во многом актуальна, но опять же, на что обратить советую внимание, на то, что у нас есть некая консолидация, некое сужение на графике по данному инструменту, и вот сегодня мы уже видели график Монера, по которому также была консолидация, здесь самое важное не торопиться, а дождаться именно выхода цены за рамки данной формации, за рамки данной фигуры графического анализа, то есть когда уже состоится выход в одну из сторон, тогда и можно выливковать сделку. Кстати, отнюдь не исключено, что движение будет сильным и вниз, опять же, нельзя об этом судить с большой долей вероятности, пока мы не вышли за рамки данной формации. Здесь судите сами, довольно большое скопление объема, в целом сейчас очень много, относительно много транзакций на биржах по биткоин кэш, поэтому этот объем весь будет куда-то выходить однозначно и в любом случае за этим стоит понаблюдать. Поэтому отнюдь не стоит исключать и снижение биткоин кэш. Далее. Да, кстати, вот один важный момент, о котором хотел напомнить вам, заключается в том, что через нашу компанию можно зарабатывать на снижение курса криптовалют также, то есть вам доступны так называемые короткие позиции, позиции на продажу, поэтому, опять же, если для вас может быть это немного непривычно, но вы можете продать, скажем, биткоин кэш по отношению к доллару США и заработать на снижении данной криптовалюты, это может быть несколько необычно, но тем не менее это факт, это полная аналогия с биржевой фондовой торговлей акциями, и это вполне так же возможно, как и продажа любой акции на фондовой бирже. Поэтому сейчас двигаемся далее, что касается эфира, то по эфиру сегодня была довольно важная новость, касаемая того, что обнаружена уязвимость довольно крупная, то есть есть либо хакерская атака, либо такой элемент, как на одном из кошельков системы эфир были обнаружены массовые кражи монет эфира, то есть взломы кошельков пользователей. Поэтому, казалось бы, на фоне этого негатива котировки должны были снижаться, но опять же мы видим обратную ситуацию, то есть в принципе рынок данную новость всерьез не воспринял пока, по крайней мере. и вот на фоне того, что есть отток капитала из биткоина во все прочие криптовалюты, эфир так же, как и большинство других альткоинов сегодня растет. Более того, есть еще одна характерная информация сужения и некий треугольник на графике, который ранее уже по некоторым криптовалютам себя отлично показал. И вот в частности по Монеро была именно такая ситуация, она вполне может повториться и по эфиру также. То есть мы сможем увидеть нечто похожее. Вероятно будет рост до отметки 350 долларов за один контракт, за один эфир. Но опять же говорить о том, что мы обновим максимальные значения, пока не приходится, все-таки не забываем, что в целом сфера ICO сейчас хромает и как такового капитала именно в новые ICO проекты не поступает. Да, есть замечательные стартапы, которым удается привлечь довольно серьезный капитал и токены, которых очень сильно растут, относительно опять же, сейчас очень сильно это 2-3 раза. Все равно это не так, скажем, как было изначально по некоторым особо хайповым проектам, можно так обозначить. Поэтому в целом пока по эфиру может быть не стоит ожидать сильного движения вверх, но локально он может вырасти в ближайшие дни даже и до 350 долларов за одну монету. Далее, что касается эфир классик, то мы разбираем несколько недель уже данную капиталюту не очень охотно и не очень много сделок по ней на самом деле совершаем, потому что движений сильных нет, то есть у нас есть движение в боковом канале, да, опять же, в процентном выражении может быть этот рост с 9 до 14, даже до 15 долларов он был весьма ощутимым, но сделка от по покупке, да, от уровня нижнего от 9 долларов она была возможна лишь с небольшим объемом, потому что в целом тогда криптовалюта вот в прошлой неделе смотрелась скорее вниз, да, то есть у нас были основания помогать, что она опустится еще ниже, но вот тем не менее вот важный уровень 12, 60, который вы видите, да, это синий линия верхнего верхняя и пока мы находимся выше этой отметки, можно судить о том, что локально будет также движение вверх продолжаться. Вот та тенденция, которую мы обозначили сегодня, небольшой итог, может быть, даже всего вебинара, что в ближайшие дни, может быть, вплоть до следующего нашей встречи, в четверг, в следующей неделе, будет наблюдаться тенденция по снижению либо по консолидации биткоина и в то же время рост прочих криптовалют, рост альткоинов. Поэтому, опять же, есть более интересные криптовалюты в данный момент, чем эфир классик, поэтому можно покупать ее, но каким-то небольшим объемом, а скажем, свои усилия направить на более перспективные монеты, в том числе это The Cash и это Монеро, то есть то, о чем мы сегодня уже говорили, вот The Cash по отношению к доллару США, и также мы видим, что вдоль той линии, которую мы обозначили еще несколько недель назад, происходят массовые покупки, и сейчас мы можем говорить о том, что эта волна роста может вполне продолжиться, и целью здесь будет отметка в 300 долларов за одну монету, сейчас котировка 261, поэтому движение может быть более чем существенное, тем более, если вы работаете, скажем, локально, краткосрочно и используете, допустим, какое-то небольшое кредитное плечо для этого, в таком случае, конечно, у вас есть неплохой потенциал для получения прибыли. Про Монеро уже сегодня довольно много было сказано, и на самом деле, это одно из самых сильных движений именно в эквиваленте долларовом, то есть не в процентном, потому что мы видели, что тот же эфир-классик, он в процентах сходил очень даже неплохо, с 9 до 15, но тем не менее, его покупать было не очень интересно с позиции технического анализа, но ситуация по Монеро во многом обратная, здесь у нас была идеальная точка для покупок, и в нашем торговом чате, насколько я помню, она была после выхода из консолидации, еще в первый день, когда начался рост, это было 6 ноября, мы рекомендовали покупать Монеро, и опять же, почему, если мы углубимся в природу данного движения, то здесь все довольно просто, вот в той консолидации, которая обозначена, пока цена находилась внутри двух этих линий, мы могли видеть большое скопление объема, вот эта область, то есть внутри этой консолидации какие-то, скажем, возможно, крупные участники рынка обменивались пакетами большими монет набирали позицию, может быть, и кто-то из них оказался прав, кто-то оказался неправ, да, то есть плюс у нас появляется дополнительное фундаментальное основание, и вот Монеро один из лидеров на текущий момент, вот опять же, во многом там покупатели остались еще с прошлого движения, потому что это было одно из самых интересных, пожалуй, движений в этом году, вообще по криптовалютам, с 40 до 150 долларов, это движение более чем в три раза, примечательно то, как быстро это произошло, потому что биткоин вырос в процентах гораздо сильнее, но там мы видим, как сменяют друг друга фазы резкого роста и консолидации, а здесь же просто после, скажем, долгого топтания на месте, вот состоялся данный выстрел, и повторюсь, уверен, что там скопился большой объем на покупку, есть покупатели еще с тех самых пор, они до сих пор удерживают монару, потому что видят в этом определенную перспективу и дальнейший рост продолжится, вероятнее всего, в течение ближайших недель, кто знает, может быть, мы видим и обновление максимума, то есть сейчас это отметка в 150, и на самом деле на самом деле есть факторы сдерживающие, потому что вот здесь уровень довольно сильный, возле которого может встать Монер, это отметка в 122 доллара, потому что именно с пробоя отметки 122 сверху вниз, да, вот в данный момент началось снижение и коррекция дальнейшая, поэтому вблизи этого уровня еще возможно какое-то сопротивление будет, но если оно не устоит, то безусловно мы двинемся на 150, то есть в этом сомнений немного. Далее, Litecoin также интересен, и вот интересно, что есть раскорреляция с Bitcoin, мы знаем, что Litecoin и Bitcoin во многом похожи между собой, правда, у них не часто встречается прямая корреляция на графике, это хорошо, потому что мы получаем не полностью коррелирующие инструменты, а все-таки разные ситуации, поэтому сигналы появляются в разное время, можно зарабатывать отдельно на Litecoin, не только в связке с основной криптовалютой, с Bitcoin. И здесь работает та же самая ситуация, но правда, важный момент, мы отмечаем сходство некая по Zcash и по Litecoin, однозначно это событие одной и той же цепочки, одной и той же группы, потому что мы видим, как идет набор позиций на покупку, как цену останавливают вблизи вот этого важного уровня, который под неким углом находится, восходящим, и причем Litecoin выглядит даже более привлекательно с позиции покупок, нежели Zcash, потому что мы видим, да, вот очень показательный момент заключается в том, что довольно быстро Zcash с максимальных значений в прошлый раз отодвинули, то есть мы опять же удивились тому, как быстро цена взлетела со 180 до 420 долларов буквально за несколько дней, но надо признать, что очень быстро пару вернули обратно, в отличие от Litecoin, который ходит более плавно, ну за исключением вот, конечно, этой ситуации, которую вы видите на графике, но тогда был общий негатив по всем криптовалютам, эта ситуация была в начале сентября, опять же, вызванная закрытием биржи и кошельков на территории Китая. Поэтому здесь также есть важный момент, здесь ситуация несколько индивидуальная, вот то, о чем мы говорили, потому что есть также важная отметка, это уровень в 66, 66,40, да, это отметка, если быть точным, можно вполне покупать с целью вблизи вблизи этого уровня, то есть на этом еще можно заработать, но вот далее, возможно, рост перестановится, то есть мы увидим, скажем, небольшую коррекцию, может быть, перед дальнейшим ростом, то есть нужно будет для того, чтобы покупать уже, скажем, полным объемом, да, на ваш капитал лайткоин, нужно будет дождаться дополнительного подтверждения, вот то, о чем мы говорили по биткоинам, да, когда мы сразу не можем сейчас сказать о точном торговом сигнале и после подтверждения уже в виде пробоя этого уровня скопления выше отметки 66, 67, то тогда можно будет уже говорить о покупках по лайткоин. И, кстати, Dashcoin, тоже, да, мы про него сегодня еще не упоминали, а, конечно, стоит это сделать обязательно, потому что наравне с Monero это главный сейчас фаворит последних дней именно, опять же, по движению в долларах, которые выражены, не в процентах, если мы берем, то что здесь можно сказать? Да, опять же, ситуация несколько аналогичная, мы видим, что все криптовалюты, они так или иначе подвергаются и двигаются согласно вот одним и тем же тенденциям. Есть такое понятие, как паттерн, то есть некая формация из свечей на графике, которая регулярно повторяется. И вот мы видим, что во многом ситуация похожа на тоже Monero, например, и по биткоину такие ситуации регулярно встречаются, когда у нас есть некая консолидация. То есть, вот, опять же, один из главных выводов, который можно сделать по итогам данного вебинара, что в целом свою работу можно выстраивать относительно следующих фаз рынка, которые сменяют одну на другую. То есть, одна фаза – это рост взрывной по криптовалюте, и вторая фаза – это некое спокойствие, когда ситуация замедляется, успокаивается, и цена консолидируется в рамках какого-то узкого диапазона. Поэтому логично, что, скажем, нужно обязательно быть в рынке в момент роста, в момент, когда цена выходит за рамки консолидации, и стараться поймать это трендовое движение, основную волну роста. Я уверен, что тот же торговый чат, например, аналитика нашей компании при работе с нами вам обязательно поможет именно найти оптимальную точку входа в конкретный момент времени. Поэтому по Дешкоину также сейчас сохраняется потенциал для роста, довольно серьезный, но нужно быть готовым, что ситуация может несколько замедлить. то, о чем мы говорили, что после сильного роста всегда следует некое спокойствие и обязательно будет период неопределенности, то есть консолидации в рамках какого-то узкого диапазона. Последнее, о чем сегодня поговорим именно с позицией торговых сигналов, это Ripple, также доступен для торговли в нашей компании, и вот тоже его нужно покупать, конечно же нужно покупать, потому что сделать это можно во-первых с небольшим риском, то есть если мы покупаем сейчас его по 21.30, 21 цент, да, он стоит недорого, даже котируется в центах, то наше стоп-лосс ограничение можно поставить по 18 примерно, по 17.6, а это весьма-весьма небольшой риск, плюс опять же у нас есть пресловутая линия поддержки, о которой мы уже говорили, на самом деле у нас сейчас так складывается ситуация, что либо, скажем, капитал находится в биткоине, в биткоин кэш, в меньшей степени, то есть в основном просто в биткоине, либо он возвращается в альткоины, то есть в альткоине между собой коррелирует, но за редким исключением, когда есть какая-то индивидуальная история, как это бывает в самые разные моменты времени с разными альткоинами, поэтому опять же одна из рекомендаций может быть для более долгосрочных инвесторов заключается в том, что нужно, что можно просто купить каждую криптовалюту небольшим объемом и удерживать ее в своем своеобразном портфеле, то есть рано или поздно каждая из них выстрелит и в момент, когда она выстреливает, можно будет фиксировать довольно серьезную прибыль, оставив пока другие до следующего взрывного роста уже по другой криптовалюции. Кстати, отмечу, что в компании Амаркетс есть свой собственный криптопортфель, который был нашим аналитическим департаментом составлен. Рекомендую вам к нему присмотреться, потому что по нему доходность гораздо больше относительно, чем по другим инвест-продуктам. Он пока включает в себя биткоин, эфир и лайткоин, то есть самые высоко капитализированные криптовалюты и показывает в среднем более 30% дохода в месяц. Опять же, будет многое зависеть от того, каким объемом будет открывать позицию и какое у вас соотношение риск-прибыль. То есть, можно прибыль в разы еще и увеличить. сейчас если будет возможность, я вам покажу график движения криптопортфеля. Всего же в компании Markets более 15 криптопар различных. Мы сегодня далеко не все рассмотрели. Да, вот он криптопортфель. То есть, вы можете видеть, что после снижения в сентябре, когда мы не покупали, не держали криптовалюты. И вот после того, как он вернулся на траекторию роста, он вырос, скажем, с 19 тысяч, да, вот этот индекс криптопортфель, до 27. То есть, мы имеем довольно существенный рост и в процентном выражении, и в номинальном тоже, конечно, да, то есть в деньгах. Опять же, в чем плюс, то, что сейчас, например, биткоин у нас стоит на месте, в то же время эфиры лайткоин растут, поэтому и портфель растет. Даже если биткоин, скажем, топчется и не показывает рост, сам криптопортфель, он показывает положительную динамику. Поэтому, опять же, можете к нему смело присматриваться и по возможности начинать с ним работать. И, что касается торговых идей, то это, пожалуй, сигналы на сегодня. Все, опять же, мы каждый день выкладываем их в нашем торговом чате, поэтому советую вам к нему присоединиться, чтобы быть в курсе именно актуальных торговых сигналов. И, как и обещал, в завершении трансляции, у нас около пяти еще минут остается, мы зрители на вопросы и скажу о специальных предложениях, которые мы вначале обсуждали. Такие небольшие бонусы для наших сегодняшних зрителей, те, кто решит с нами поработать и, скажем, унесет сумму на торговый счет для совершения сделок на торговый счет нашей компании, получат специальный бонус в размере 25%, то есть, скажем, вы пополняете счет на 10 тысяч долларов, получаете еще 2 500, у вас будет 12 500 для совершения сделок, причем всю прибыль. С использования этих денег вы можете выводить в любой момент, так же, конечно, как и ваш основной капитал. То есть, те 10, которые вы вносили, плюс, скажем, всю прибыль, вы можете вывести в любой момент времени. Более того, те, кто сегодня с нами может рассчитывать на получение серии полного комплекта записей вебинаров нашей компании, которые мы ранее проводили, там есть довольно много интересной информации по анализу рынков, по теории, например, кроме того, у нас подготовлена книга, специальное интернет-издание, я имею в виду, что она в режиме электронном формате сделана, где также вся теоретическая основа рассматривается, и плюс полный инструментарий для анализа рынков, наиболее актуальные торговые стратегии, и многое-многое интересное. также отмечу, что в нашей компании, помимо портфеля криптовалют, которые я уже обозначил, есть довольно интересная опция, это биткоин-счет, то есть вы можете переводить биткоины напрямую с вашего кошелька к нам в компанию, без комиссии, без конвертации, и также делать вывод, то есть вывод также будет без комиссии, без конвертации. Это очень важно для регулярной работы. Крипто-счет опять же был запущен нами одним из первых, если мы говорим про именно регулируемые брокерские компании. И что еще хотелось бы отметить, как это наличие дробного лота. В совокупности с кредитным плечом дробный лот дает вам возможность начать работу с совсем небольшой суммы. В несколько сотен долларов такого депозита уже хватит, чтобы протестировать условия, чтобы получить первую прибыль. Поэтому опять же тот факт, скажем, что у вас есть свободных несколько сотен долларов, вам не помешает начать знакомиться с данной сферой, начать зарабатывать именно через брокерскую компанию на движениях по криптовалютам. Отмечу, что у нас торговля ведется в платформе МТ-4, МТ-5 в ближайшей перспективе также будет добавлено. Пока же это МТ-4. Переходим к вопросам что касается BitConnect вопроса. Мы не работаем практически с новыми криптовалютами, с большой сторонностью к ним относимся, либо к тем, которые не обладают пока большой капитализацией. То есть мы в основном зарабатываем с нашими трейдерами, компания зарабатывает на комиссиях, которые вы платите, торгуют криптовалютой, а трейдеры зарабатывают, совершая сделки на рынке. Вот именно на движениях по ключевым криптовалютам они также очень хорошо двигаются, по ним очень высокая волатильность, вы видите, сами сегодня мы это разбирали все. Поэтому вот такие проекты, скажем, новые, те же самые ICO, пока нами не используются, потому что это гораздо менее надежно и вот, скажем, те результаты, которые есть по торговле, основными криптовалютами они более чем устраивают и нас, и тех, кто с нами работает. Двигаемся далее. Про Waves могу сказать, что это довольно перспективная все-таки монета, у нас ее нет, в целом платформа интересная, на ее основе могут создаваться, кто не знает, также проекты на основе смарт-контрактов, да, то есть похоже чем-то на эфир платформа, и, конечно, у нее есть определенные перспективы, в том числе, учитывая то, как быстро появляются новые проекты на основе блокчейн, да, ну, точнее, даже не про блокчейн речь, скорее, идет, а про то, как многие компании, в том числе в России, пытаются выйти на ИСО, да, пытаются привлечь инвестирование с помощью именно данной сферы. Да, про Биокоин тоже то же самое, что и про BitConnect, могу сказать, да, это пока еще та валюта, которая не в сфере наших интересов находится, к сожалению. Можете обратиться в компанию индивидуально, да, позвонив завтра, либо сегодня, можем обсудить, скажем, ситуацию по графику, с позиции теханализа, посмотрим и дадим какие-то рекомендации, может быть, советы, но у нас ее нет, да, скажу сразу, потому что пока она нам, к сожалению, не интересна в силу своей низкой капитализации. Про то, что 94% биткоинов находится на одних кошельках, ну, может быть, это отчасти и правда, хотя мне это видится маловероятным, можно говорить в целом о том, что большая часть криптовалюты находится так или иначе у относительно узкого круга участников, то есть это те, кто, скажем, энтузиасты, криптосферы, которые начинали еще работать, которые на майнире очень много биткоинов в самом начале, в силу легкости майнинга, да, в тот момент времени и остаются приверженцами данной идеи, пока не продают свои накопления, плюс мы видим, что огромные биткоин-фирмы есть в истории Китая, других стран, которые также получают очень много криптовалюты на свои кошельки, поэтому, конечно, есть некий элемент сосредоточенности в одних руках, но это не равно тому, что есть децентрализация, да, потому что все-таки этих узлов системы их очень-очень много в данный момент, и пусть есть солидность этих узлов системы, которые очень крупные, очень крупные, да, и владеют очень большим количеством биткоинов на своих кошельках, но, тем не менее, про децентрализацию речь пока идти, я считаю, не может, поэтому в этом отношении будет все в порядке. Что ж, про рубашку и галстук как-нибудь с вами можем лично пообщаться, дам несколько советов, можете в компанию обратиться. Хотя, опять же, правильно было замечено в чате, что если вы торгуете из дома, то вам белая рубашка совсем не нужна. Рубашка нужна только для проведения вебинара, если вы торгуете, скажем, дома перед компьютером, то можете выглядеть так, как вам удобно, и при этом это не помешает вам зарабатывать, может быть, даже больше на деньги, чем для тех, кто торгует в рубашке. Поэтому, в любом случае, здесь все зависит совсем не от этого. Что ж, на этом будем заканчивать. Сегодня, каждый четверг, напомню, мы проводим для вас подобные мероприятия в таком формате. Плюс, опять же, мы с вами всегда на связи в наших телеграм-чатах круглые сутки, можно сказать, и готовы на ваши вопросы всегда отвечать. Поэтому всем успехов в торговле, внимательно следим за дальнейшим развитием событий по биткоину, тем более, важные новости сегодня, опять же, мы обсуждали, они появились, обязательно будет дальнейшее какое-то у нас наполнение вот этого инфопространства, связанного с криптовалютами. Поэтому, всем успехов в торговле еще раз, и до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok